Добрый день, мои уважаемые друзья! С яблочным спасом я вас поздравляю! Счастья, здоровья, всех благ вам желаю! Благоухание цветущего сада, яблок в меду, чтобы век ваш был сладок! Мира, достатка, любви, вдохновения, везения во всем и друзей уважения! Нина Васильевна, а так зовут подписчицу, которая задала мне вопрос насчет сладости, насчет сахара. Большое вам спасибо! Этот вопрос очень интересен многим людям, пишут комментарии, пишут мне на ватсап, и поэтому я хочу немножко продолжить. Я не все рассказала вчера, про сахар я вообще не вспомнила. А почему я про него не вспомнила, про сахар? Ну, наверное, потому что у меня в голове его просто как-то не существует для меня, сахара в голове. И я про этот сахар просто забываю, потому что я сама уже много-много лет не пью чай с сахаром. Я не помню уже сколько лет, но лет 20, наверное, точно. Для себя лично сахар я использую только, когда пеку, выпечку добавляю, варенье варю, повидло варю. Вот в этом случае я использую сахар. А так, допустим, добавлять в кашу, в сух молочный, или куда-то там еще, что-то подсластить. Нет, я уже отвыкла от сахара, я даже его не вспоминаю. Я даже, когда иду в магазин, мне нужно написать в списке продуктов, что нужно купить сахар, потому что... Или конкретно уже пойти в магазин, конкретно за сахаром. Именно вот чтобы там... Вот скоро пойду в магазин за сахаром, потому что буду варить повидло яблочное. А так он мне не нужен. Я им не пользуюсь абсолютно. Но это не говорит о том, что у меня дома нет сахара. У меня всегда есть заветная баночка с сахаром. Там его немного, килограмм ровно входит. Но тем не менее, у меня всегда в доме есть. И когда приходят гости, кто-то пьет чай с сахаром. Но я... Я могу про него просто забыть. И если сели за стол и на столе нет сахара, то вы не стесняйтесь и попросите у меня его. Потому что я про него автоматически забываю. Вот просто забываю. Компоты с сахаром я тоже не пью. И не заготавливаю компоты сейчас. Как раньше это делали по многу банок там, когда жила с семьей. Конечно, делали компоты. И все. Сейчас я отошла уже от этого, от всего. И как-то вот живу счастливо, без сахара. И не вспоминаю даже про него. Ну, а вкусочек пирога или торта там... Ну, это же иногда, это же не каждый день. Никакой нет. С удовольствием кусочек съем. Ведь из каждого правила бывают исключения. Все я себе позволяю, конечно. Но не каждый день и в меру. Вот такой мой принцип. Вот такая моя сладкая жизнь. Я хочу немножко сказать еще о мороженом. Сейчас лето, жарко. Ну, казалось бы, что там, идешь по дороге из магазина, почему бы не съесть мороженку? Мороженое, это, конечно, самое вкусное лакомство, всеми любимое, приятное, прохладное. Я, конечно, люблю мороженое и употребляю его, но иногда. Редко. Очень редко. Я бы сказала, даже крайне редко. У меня часто бывает в морозилке половинка мороженки лежит, потому что я ее режу напополам и убираю. Мама у меня съедает целую мороженку, а я свою напополам режу и делю на два раза. Вот так делаю. Если я иду по улице с друзьями, конечно, я беру целую мороженку, покупаю ее и съедаю ее целиком. А если я покупаю мороженое конкретно домой, чтобы дома скушать, я уже тогда разрезаю ее напополам, половину убираю в морозилку, а половину съедаю. Поэтому у меня часто в морозилке можно найти половину мороженки. А еще я хотела немножко сказать про фрукты. Сейчас конец лета и обилие фруктов. Дыни, арбузы, персики, яблоки, груши, виноград. Все есть, все фрукты есть. И все это здорово, все это классно. Но к фруктам я отношусь тоже аккуратно. Фрукты мы употребляем каждый день. Но опять должно быть все в меру, все в меру. Фрукты же тоже содержат в себе много сахара, а особенно виноград. И виноград, конечно, я очень люблю, но стараюсь его кушать понемногу, аккуратно. А вообще фрукты, как нам рассказывали на курсах доктора Гаврилова, лучше употреблять на перекус и не более 200 грамм за один прием пищи. Ну, конечно, к винограду это не относится. Виноград, он очень высококалорийный, содержит в себе много сахара. И поэтому с виноградом я очень аккуратно и ем его совсем понемножку. Ну, грамм 100 за раз, не больше. И стараюсь его пореже все-таки есть. А стараюсь яблоки, груши, дыни, арбузы, персики, вот такие вот фрукты. Что-то менее сладкое. И еще хочу сказать про соки. Соки, особенно магазинные, они содержат в себе очень много сахара и мало клетчатки. И поэтому я соки стараюсь избегать. А если пью сок, то стараюсь пить сок томатный. Потому что томатный сок, он самый низкокалорийный. Томатный сок содержит в себе всего лишь 13 калорий на 100 грамм. Это очень мало. Вот томатный сок я себе позволяю. А так, конечно, я предпочитаю лучше съесть свежий фрукт, чем выпить сок. Или же выпить фреш. Фреш это свежий выжатый сок, но опять же он лишен клетчатки. Поэтому лучше всего я съем яблоко или грушу или другой любой фрукт. или же поесть свежие сливы. Вот она какая красавица. Вот она какая красавица. Свежая кубанская слива. Сегодня у нас яблочный спас и моя мама начинает делать яблочный уксус. Она его делает сама. Я этого не касаюсь. А сейчас лишь только помогу пропустить яблоки через мясорубку. А так все абсолютно мама делает сама. В прошлом году она терла яблоки на терке, на крупной терке. Но в этом году не хочется тереть на терке и решили, что пропустим через мясорубку. И я сейчас хочу собрать мясорубку и вставить сюда вот эту крупную решетку. Мелкую решетку я уберу в сторону. Она мне не нужна. И буду собирать сейчас мясорубку и крутить яблоки. Яблоки я взвешила. Обе кастрюли взвешила и записала. А точный вес яблок я скажу уже позже. Тогда, когда прокручу через мясорубку, освобожу кастрюлю и завешиваю. Вот все сложили сюда ведро большое, прям в огромное ведро. И остатки вот эти вот серединка тоже сюда же сложим. Сколько? 0,5 литра. 0,5 литра воды? Всего лишь? Да. Вот это здесь у меня получается 4,700 яблок плюс вот эти вот обрезки. На 7-8 килограмм написано сахар. Если сладкие яблоки, то 50 грамм сахара. Если кислые, то 100 грамм. сахара. здесь кисло-сладкие яблоки. На килограмм яблок 50 грамм сахара. А здесь у нас 5 килограмм. А если кислые, то 100 грамм. Надо сделать меньше сахара. Ну 50 грамм. килограмм яблок. А у нас получается 5 килограмм. Значит надо положить 250 грамм сахара. А воды сколько? А пол литра на какое количество яблок? Тогда вот сюда пол литра воды надо. И 250 грамм сахара. Ну все понятно. Давай наливать воды и ложить сахар. Вот налили воды пол литра и 250 грамм сахара. Теперь дальше что надо делать? Размешать? Размешать. Марли Марли закрыть сверху. Марли закрыть сверху. И что дальше? нам стоять? Тепло место на кухне или комнате. В теплом месте на какое время? На 2-3 на 3 недели. И все помешивать, да? Да, потом отжимать. через 2-3 дня помешивать. Ага, вот все понятно. Ну все, пусть размешаем сейчас. так она как каша получается. Да. Так и должно как каша быть? Да. густое. Елена перебродит, потом будет ну все, давай марлю. Вот так мама накрыла ведро с будущим уксусом обычной тканью. Такая тоненькая ткань накрыла так, чтобы ничего туда не попадало, ни пыль, ничего. Не поставила в комнате. У нас тепло, очень жарко. Будет стоять так при комнатной температуре. А что будет дальше с уксусом, я буду вам показывать. Август зреет виноград. в нашем дворе у соседей сдается номер для отдыхающих. Я сейчас иду в этот номер. А здесь у нас мангальная зона. машина. И если вы приехали на автомобиле, то есть место поставить свою машину. Сейчас я покажу где. уже отдыхающие одни приехали на машине, отдыхают. Второе место для машины свободно. Это рядом с домом. И сейчас я пройду в номер, который сдается. на свежем воздухе под навесом есть стол, стульчики. Можно попить чай, кофе, позавтракать, пообедать, поужинать, насладиться нашим красивым двором. Я прохожу в номер. Вхожу в номер. Коридор. Все обито деревом, покрыто лаком. Шкаф, где можно раздеться. Есть стиральная машинка. И я прохожу сначала на кухню. Большой холодильник. Все чистенько и аккуратненько. Микроволновая печь. Посуда. посуда для приготовления пищи. Для поддержания чистоты на кухне есть бытовая химия. Газовая плита. Вытяжка. Телевизор. стол. Стулья. Табареты. Я далее прохожу в комнату. Это маленькая комната. И здесь одно спальное место для одного человека. есть шкаф, где можно раздеться. Гладильная доска, утюг, пылесос. И вторая комната. Эта комната уже большая. Здесь три спальных места. Диван большой для двоих человек. Кресло кровать для одного человека. Всего получается четыре спальных места. есть телевизор, кондиционер, письменный стол, работает Wi-Fi. Это жилье свободно с сегодняшнего дня и по седьмое сентября. Стоимость жилья в августе две тысячи рублей в сутки за четверых человек. Жилье расположено в самом центре города Ейска. Рядом центр и центральный рынок, все магазины, Сбербанк, кафе. До набережной Каменка 23 минуты. Рядом в центре расположена остановка, с которой можно уехать на центральный пляж. Я прохожу в санузел. душ, зеркало, раковина. На раковине лежит кусочек мыла. Туалетная бумага, средства для гигиены унитаза, освежители воздуха. Все чисто и все аккуратно. Все желающие остановиться в этом номере звоните на мой номер телефона. Мой номер телефона внизу в описании под роликом. А я уже вас соединю с хозяином этого жилья. Ну, а я с вами не прощаюсь. Всего вам самого доброго. Скоро увидимся. До новых встреч!